Здравствуйте! В этом видео вы узнаете, как сшить свитер с воротником стойкой и молнией. Свитер имеет совершенно простой кроль, осилит даже новичок. Вы можете менять высоту воротника, как вам больше нравится. Разумеется, также можно менять длину, ширину изделия, ширину рукавов, сделать свитер покороче, либо удлинить его и получить таким образом платье. Свитер очень уютный и просто идеальный для осени и для зимы. Я сшила костюм, состоящий из свитера с разрезами по бокам и из широких брюк. Кстати, брюки сшиты по самой простой в мире выкройке, для которой необходима только одна мерка. Их я покажу в следующем выпуске. А пока сошьем верхнюю часть свитер. Нам потребуется трикотаж, вязаное полотно, которое отличается своей эластичностью. Убирайте тот трикотаж, который вам нравится по цвету, по плотности, по фактуре. У меня это трикотаж Angora Soft из магазина ткани Александра. Очень мягкий и нежный материал, в меру тонкий и в меру плотный, идеален для начала осени. Ширня этого материала 150 сантиметров и мне потребовалось 3 метра. Также потребуется длинная молния. Выбирайте любую, которая вам понравится. Можно взять одного цвета с материалом, либо контрастную. Зависит от вашей идеи. У меня это металлическая золотистая молния, длиной 45 сантиметров. Она разъемная, но это совершенно не имеет никакого значения. Можно использовать неразъемную. Так будет даже удобнее. Также желательно использовать дублерин. Для трикотажа лучше всего использовать эластичный трикотажный дублерин. Достаточно будет небольшого отрезка шириной 10 сантиметров. Построим выкройку. Она очень простая. Эту основу я показывала и в других видео. Полочка, передняя деталь и спинка, задняя деталь будут отличаться только горловиной. Начнем построение с горловины. Слева направо отложите значение, равное обхвату шеи, деленному на 6. Также к этому значению стоит добавить 1-2 сантиметра. Чем меньше значение, тем плотнее прилегает стойка к шее. Мне хотелось немного посвободнее, и я взяла 2 сантиметра. От первой точки, теперь уже вниз, отложим значение, равное третье полученной ранее величины. К примеру, если отрезок по горизонтали получился 9 сантиметров, то, соответственно, вниз от начальной точки откладываем 3 сантиметра. Готово! Мы нарисовали горловину по спинке. Теперь обозначим линию плеча. Свитер будет иметь пониженное плечо. Вы можете отложить желаемое значение. У меня это примерно 25-27 сантиметров. Делаем отметку. И от этой отметки вниз опускаемся на 2-3 сантиметра. Я опустилась на 3. Полученную точку соединяем с точкой основания шеи, то есть с концом горловины. Далее нам необходимо решить, какой ширины мы хотим уметь рукав, на том уровне, на котором заканчивается внешняя плечевая точка. С помощью мерной ленты прямо на руке на этом уровне можно замерить желаемую ширину. У меня получилось 44 сантиметра. Достаточно широкий рукав и пройма. Назовем это значение как обхват плеча. Половину обхвата плеча отложим перпендикулярно, то есть под прямым углом, к внешней точке плеча. Это пройма. То есть, место, к которому будет притачиваться рукав. Остается обозначить только боковую линию и линию низа. От нижней точки пройма, то есть линии, которую только что мы провели, уведите линию влево примерно на 2 сантиметра и плавно уведите эту линию вниз. Следите за тем, чтобы вот эта округлая часть была не слишком крутой. Ни в коем случае там не должен образоваться угол. Боковую линию можно провести просто вертикально вниз, а можно сделать с раскрешением. С небольшим, либо побольше, как вам нравится. Я сделала небольшое раскрешение до уровня ширины плеч. То есть, сделала не шире плеч. В результате такого построения опущенного уровня плеча, то есть увеличенной линии плеча, как побочный эффект мы получаем прибавку по груди. И, как правило, достаточно большое. Я советую вам проверить, какой получилась прибавка по груди. На уровне примерно 25 сантиметров от верхней линии замерьте ширину детали, которая у вас получилась. Это примерный уровень груди. Полученную величину умножьте на 4 и сравните со своим настоящим обхватом груди. Ваш обхват груди должен оказаться значительно меньше. Желательно, чтобы разница была минимум 10 сантиметров. У меня получилась примерно разница в 24-26 сантиметров. В любом случае, лучше больше, чем меньше. На примерке вы сможете скорректировать ширину и убрать излишек при необходимости. Ну и в заключение отложим от верхней линии желаемую длину изделия и проведем еще одну горизонтальную линию. Мы построили спинку, а теперь преобразуем ее в полочку, в переднюю деталь. От верхней левой точки отложим вниз величину равной ширине горловины. Можно добавить еще 1-2 сантиметра при желании. Горловина будет глубже, но я не советую, поскольку мы будем притачивать стойку. Построим рукав. Чуть ранее мы замеряли обхват плеча, то есть величину желаемой рукава на пониженном уровне плеча, внешней точке плеча. Отложим это значение слева направо, либо просто замерим длину проймы и умножим это значение на 2. Посередине отрезка отложим длину рукава. Как замерить длину рукава? Рукав начинается от уровня, на котором вы замеряли желаемую ширину рукава, то есть пониженный уровень плеча, и до комфортного уровня низа рукава, до запястья, либо еще ниже, как вам нравится. У меня получилось примерно 45 сантиметров. Поставим точку низа рукава и от этой точки влево и вправо отложить по половинке значение желаемой ширины низа рукава. Как это сделать? Просто замерить, например, на уровне запястья желаемую ширину, например, 20 сантиметров. И по 10 сантиметров отложить влево и вправо от точки середины рукава. Проведем боковые линии рукава, соединив внешние точки сверху и снизу. Мы получили такую необычную форму рукава в виде трапеции. Остается построить стойку. Здесь фигура еще проще. Прямоугольник. Замерьте длину горловины по спинке, то есть верхняя круглая линия. Добавьте к этому значению длину горловины по полочке, то есть нижняя круглая линия. И умножьте полученное значение на 2, поскольку мы построили только половину изделия. Полученное значение откладываем слева направо. Это длина стойки. Ширина детали равна двойной желаемой ширине стойки. К примеру, ширина моей стойки в готовом виде равняется 25 сантиметрам. Стойка будет двуслойной, поэтому увеличиваем значение в два раза, то есть не 25, а 50 сантиметров. Когда на свитере вы раскрываете застежку молнию спереди, шов притачивания стойки, то есть шов по горловине, становится виден. Если для вас важна внутренняя эстетика изделия, и вы хотите иметь красивые закрытые швы, то обязательно скроите обтачку. Сделать это очень просто. Приложите деталь спинки, обведите линию горловины, примерно 5-7 сантиметров по линии плеча, а также отложите те же самые 5-7 сантиметров по линии середины. И теперь от линии горловины по всей длине откладываем то же самое значение. Мне это примерно 7 сантиметров. Мы получили обтачку по спинке. Теперь аналогичным образом скроим обтачку для полочки. Обводим линию горловины. Также повторяем линию плеча длиной 7 сантиметров. А вот линию середины полочки проводим чуть больше. Она зависит от длины вашей молнии. К примеру, я обвела примерно 25 сантиметров. Теперь внешнюю точку по плечу необходимо соединить с нижней точкой посередине. Как соединять тоже зависит от вашего вкуса. По низу можно провести горизонтальную линию и плавно соединить ее с боковой, сформировав крутой угол. Можно угол немного округлить, а можно повторить контур горловины примерно наполовину от плеча до середины, как у обтачки спинки. А затем параллельно линии середины опустить вниз и округлить. Кстати, середину обтачки по полочке и по спинке мы обязательно кроим в сгиб. Так же, как и середину детали полочки и спинки. Скроили полочку и спинку в сгиб посередине. Посмотрите, они различаются только линией горловины. Я кроила светлый материал, используя специальную ручку, которая исчезает от горячего пара утюга. Раскроем спинку лицевой стороной наверх, и лицом к лицу приложим к ней полочку. Вначале соединим плечевые срезы, подправляем срезы друг к другу, соединяем концы в промежутках и прокладываем строчку на один сантиметр. Срезы, кстати, можно обметать строчкой зигзаг либо на оверлоке. Если у вас оверлок четырехниточный, можно стачивать и обметывать сразу же на оверлоке. Плечевые швы готовы, теперь перейдем к обработке молнии. Проверьте молнию, по длине, учитывая какой высоты получилась ваша стойка. Стойку сложите пополам и к сгибу приложите вверх ползунка. От нижнего края стойки отступите сантиметр наверх, и на этом уровне можно сделать отметку прямо на кромке молнии. Затем эту отметку приложите к горловине, также отступив сантиметр от среза вниз. Один сантиметр, потому что мои припуски равнялись сантиметру. На этом изделии советую вам также оставлять припуски в один сантиметр. Половину высоты стойки, а именно лицевую сторону стойки, я продублировала полоской шириной 2-2,5 сантиметра. Использую трикотажный эластичный дублерин для того, чтобы свойства ткани практически не менялись. Также советую обязательно продублировать полоску посередине полочки. Длина этой полоски равняется длине молнии на этом участке плюс еще пару сантиметров, а ширина от 2 до 4 сантиметров. Теперь прямо на лицевой стороне обозначим линию обработки застежки. Проведем линию середины и от этой линии вправо и влево отложим по 5-7 миллиметров. На самом деле это зависит от того, какой ширины зубчики вашей молнии. Можете замерить прямо на молнии. Нам необходимо будет разрезать полочку по этой линии по середине, при этом не доходя до конца на полтора сантиметра. Концы мы разрежем по диагонали вправо и влево, при этом не доходя до крайней линии на буквально на 2 миллиметра. Будьте очень аккуратны, ни в коем случае не дорезайте до границы. Теперь можно прикрепить стойку. Прикладываем стойку к полочке и спинке лицевыми сторонами вместе. Совмещаем концы, продублированные концы, закрепляем булавками, для удобства оттягиваем середину и прикрепляем в промежутках, даем строчку. Далее прикрепим молнию. Я прикрепила одну сторону булавками. Сейчас покажу, как я это сделала и расскажу о других способах. По той линии, то есть по рамке, можно заметать вовнутрь на изнаночную сторону и заутюжить срезы, то есть формировать эту рамку. И затем к уже готовому сгибу приложить молнию и сверху настрочить деталь полочки и сверху уже проложить строчку на 1 миллиметр от сгиба. Аналогично и с уголком снизу. Мы просто его заправляем вовнутрь и прокладываем по сгибу строчку прямо по лицевой стороне. Таким образом, на лицевой стороне изделия у вас будет одновременно закрепляющая и отделочная строчка. Она должна быть обязательно ровной, поскольку будет видна. На мой взгляд, проще и эстетичнее. Будет сделать немного иначе. Можно также разложить молнию в закрытом виде и прикрепить к ней деталь полочки, отогнув срезы по рамке вовнутрь. Прикрепляем именно так, в каком виде хотим видеть эту рамку. То есть, чтобы все было ровно и отцентрировано. Далее аккуратно отгибаем наизнанку, придерживаем срезы и перезакрепляем булавкой уже с изнанки только один слой. Таким образом, мы прикрепляем только срез, без сгиба. Теперь мы знаем, с каким отступом необходимо прикреплять кромку молнии к срезам. Также для того, чтобы все получилось ровно и симметрично, советую проставить несколько контрольных точек. Итак, первая контрольная точка – это низ молнии, уголок рамки. Вторая точка – это шов притачивания стойки к горловине. Прямо на молнии сделайте отметку с одной стороны возле шва и продублируйте ее на другую сторону молнии, на вторую кромку. То же самое повторите по верхнему концу молнии, то есть по верхней части ползунка собачки. Прикрепили полностью одну кромку молнии, можно сразу же проложить строчку, а затем прикрепить вторую сторону молнии, вторую кромку, ко второму открытому срезу. И мы прикрепляем сначала по нижнему концу, посередине, то есть в точке шва притачивания стойки и по верхнему концу. Три контрольные отметки. Далее, прежде чем прикреплять молнию в промежутках, я советую вывернуть изделие на лицевую сторону и проверить, все ли лежит правильно и ровно. Нижний конец не должен быть перетянут в какую-либо сторону, полотно должно лежать ровно. Швы по горловине должны также совпадать. Далее отметки по верхней части стойки и еще одна контрольная точка. Вы можете себя проверить. Сравнить открытые срезы стойки с другого конца. Они также должны быть на одном уровне. Прикрепляем молнию к срезам в промежутках и прокладываем строчку. Для этого удобно использовать одностороннюю лапку. Для того, чтобы не ошибиться с отступом и сделать это максимально ровно, можно сначала приметать молнию вручную. Либо строчить со стороны изделия, а не со стороны молнии. Кстати, так будет даже лучше, поскольку вы будете видеть тот самый сложный участок уголка по низу рамки. Нам необходимо дострочить прямо до уголков. Ни стежком выше, ни стежком ниже. И вот, что получилось в результате. Низ еще не обработан, но уже выглядит аккуратно. Заправляем уголок при необходимости вовнутрь, либо это можно сделать изнутри. Выправляем уголок, закрепляем булавками и прокладываем строчку от одного угла до другого. Здесь важен каждый миллиметр. Не расстраивайтесь, если не получится с первого раза. Это не очень простой узел, но и не очень сложный. Сложность здесь состоит не только в том, что вам необходимо прострочить строго от одного угла до другого, но и в том, что необходимо будет прокладывать строчку прямо по зубчикам. Этот отрезок над зубчиками я советую строчить аккуратно, не нажимая на педаль машины, а просто поворачивая колесо вручную для того, чтобы сделать это максимально медленно и контролировать свои движения. Сделать это совершенно реально, без вреда для иглы или для машинки. Также можно по низу, отступив примерно пару миллиметров, сделать закрепку вручную и при необходимости удалить остальные зубчики. Удобнее это сделать плоскогубцами. Мне придется срезать нижнюю часть молнии полностью, поскольку она разъемная и нижняя часть создает большую толщину. Переходим к обтачкам. Обычно обтачки дублируют. Вы тоже можете это сделать, но используя трикотажный эластичный дублерин. Я дублировать не буду, хочу оставить их максимально тонкими и мягкими. Раскрываем обтачки и присоединяем их друг к другу лицевыми сторонами вместе. Соединяем плечевые швы и даем строчку. Срезы можно не обметывать, поскольку они все равно останутся внутри, а вот внешний контур, внешние срезы лучше всего обметать. Также необходимо будет разрезать обтачку посередине в пределах длины молнии, то есть на ту же величину, на которую мы разрезали деталь полочки. Кстати, этот участок тоже можно продублировать полоской той же самой ширины, как и на полочке. Теперь нам необходимо будет присоединить обтачку по срезу горловины к открытому срезу стойки. Совмещаем срезы лицевыми сторонами вместе, скрепляем концы, оттягиваем, присоединяем середину и в промежутках. Далее даем строчку на 1 сантиметр от края. Строчку проложили, срезы по горловине, я не обрабатываю оверлоком, поскольку они все равно останутся внутри. Притачаем второй край стойки и обтачки к молнии. Мы просто перегибаем стойку пополам, кромку молнии также отогните в сторону, для того, чтобы она не выходила на лицевую часть. Итак, закрепляем стойку по сгибу сверху. Далее прикрепляем к шву притачивания горловины. И обязательно следим, чтобы швы с обеих сторон совпадали. Как видите, срезы по горловине я раскрыла, разутюжила в избежание большой толщины. Далее закрепляем в промежутках. И самое интересное, это уголок. Нам необходимо, чтобы уголок по обтачке в точности совпал с уголком по полочке. И если вы не продублировали обтачку так же, как и я, то будьте очень аккуратны, поскольку материалы легко растягиваются. Нам нельзя деформировать этот уголок. Закрепляем в промежутках и прокладываем строчку сверху до низа. От сгиба, либо отступив от него на пару миллиметров, до уголка. Строго до уголка, в точности до миллиметра. После этого то же самое повторяем со второй стороной. Посмотрите, где закончилась строчка. Прямо по углу. Мы просто повторяем ту же самую строчку, которую прокладывали ранее по полочке, когда присоединяли молнию к срезам полочки, но теперь уже вместе с обтачкой. Остается закрыть нижний край рамки. И как видите, длина моей обтачки получилась минимальной. Но самое главное, она закрывает концы молнии. Отгибаем нижний край обтачки, подправляем уголок. И прокладываем строчку от одного угла до другого. Как видите, техника очень простая. Самое главное, просто внимательно относиться к этим уголкам по низу. На этом практически все. Далее присоединим швы по горловине друг к другу. Можно сделать это по всей длине шва, а можно только от одного плечевого уша до другого. Поскольку я не обрабатывала срезы по горловине, я раскрываю их, разутюживаю. Это также позволит мне сократить толщину. И прикрепляю плечевые швы друг к другу, затем серединку по спинке и в промежутках. Можно сделать это также и со стороны полочки, но я не буду. Прокладываем строчку. Можно повторить строчку по горловине, но велика вероятность ошибиться, поэтому стоит отступить 1-2 мм от шва ближе к срезам. Готово. Остается только прикрепить внешний край обтачки. Разложите изделие максимально ровно на столе, расправьте его и прикрепите обтачку к изделию по плечевому шву, а затем по всему контуру обтачки. Все это очень удобно делать, если вы еще не приточали рукав. Признаться честно, я увлеклась и уже обработала рукав, но покажу и расскажу вам так, как необходимо делать это по технологии. Сначала мы полностью обрабатываем горловину и лишь после этого переходим к рукавам. После этого я советую приметать край обтачки к изделию, а затем проложить строчку. Переходим к рукавам. Прикладываем рукав верхней частью, то есть широкой частью, к пройме. Совмещаем срезы, даем строчку, срезы обметываем. Далее, если вы также намерены обрабатывать разрезы, то стоит сразу же обметать боковые срезы и срезы рукава. Также по бокам можно продублировать полоску шириной примерно 1,5-2 см, а длиной равной длине желаемого разреза, например, 20 см. Еще при желании можно продублировать срез низа, если ваша ткань очень мягкая, рыхлая и вы боитесь, что она не будет держать форму. Мне хотелось просто придать дополнительной плотности, и поэтому я продублировала также и низ изделия полоской шириной 4 см. Таким образом я полностью обметала все внешние срезы, за исключением среза низа рукава. Складываем изделие пополам, так чтобы лицевая сторона осталась внутри. Таким образом мы совмещаем полочку со спинкой, а рукав складываем пополам, прямо по линии плечевого шва. Совмещаем точки низа рукава, совмещаем швы при тачивании рукава, а также в промежутках. По боковому срезу, если вы решили обработать разрезы, то незакрепленными оставляем отрезок, предназначенный для разреза, и всю оставшуюся часть, помимо этого отрезка, скрепляем булавками. Даем строчку на 1 см от края. После этого можно переходить к обработке разрезов. Можно просто отогнуть боковые срезы наизнанку и застрочить. То же самое повторить и с низом изделия. Но в таком случае сначала застрачивайте низ и после этого боковой срез, для того, чтобы сбоку не было видно сгибов. Иначе это будет выглядеть не очень аккуратно. Также можно обработать уголок конверта. Сделать это не так сложно, как кажется. Для этого проведите линии, по которым собираетесь отгибать припуски, и отогните припуски. В точке пересечения двух срезов в углу сделайте отметки по нижнему срезу и боковому. По изнаночной стороне проведите линию, которая соединяет эти две точки. Если вы сделали все правильно, линия пройдет прямо в точке пересечения линий с припусками. Совместите две точки вместе. Точка пересечения таким образом остается по сгибу. И проложите строчку по обозначенной линии. Готово. Излишки можно срезать, оставив 5 мм. А также подрезать уголок, не доходя на 2 мм до строчки. Расправляем припуски. Их можно также приутюжить, для того, чтобы сделать максимально плоскими. А после этого уголок можно вывернуть на лицевую сторону. Лучше всего сначала припуски заметать вручную, затем приутюжить и проложить строчку на машинке. Эта строчка будет непрерывной. К примеру, начнем с уголка задней половинки. Далее пройдем наверх вдоль разреза. Поднимемся на сантиметр выше верхней точки разреза. Далее строчим перпендикулярно шву. Снова поворачиваемся и строчим вниз. На углу поворачиваем деталь и строчим по срезу низа изделия, по полочке. Доходим до конца среза низа полочки. Также обрабатываем разрез. Затем срез низа спинки и возвращаемся к точке, от которой мы начали. Получается единая непрерывная линия. На этом простая обработка разреза завершена. Что касается рукавов, то здесь можно просто отогнуть припуски наизнанку. Например, чтобы получить закрытые срезы, отогнуть два раза наизнанку. Сначала на 5 мм на сантиметр, а затем на 2-3 см. Все индивидуально. Вы можете менять эти значения. Для удобства можно прочертить линии на лицевой стороне, а затем просто отогнуть по линиям, закрепить булавками и проложить строчку на 1 мм от внутреннего сгиба. Ну и разумеется, можно просто обметать срезы низа рукава и застрочить без дополнительных отгибаний. На этом все. Изделие будет готово. Мы получили аккуратные закрытые швы по горловине. И свитер выглядит красивым, эстетичным и в закрытом, и в открытом состоянии. Ну и конечно, не забудьте обязательно хорошенько поутюжить изделие. Благодарю вас за просмотр. До встречи в следующем выпуске.